Партнер программы сеть детских клубов Ети и Дети Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Меня зовут Света и сегодня я снова в компании Егора и Киры. Для важной информации для тех, кто не смотрел нас вчера, мы с ребятами находимся в стране безопасности, где учимся простым правилам грамотного поведения практически в любой жизненной ситуации. Наверняка много, ребята, вы уже слышали от взрослых людей, от своих родителей, учителей, но это как раз тот случай, когда можно повториться. Я думаю, вы со мной согласитесь. Согласны? Да. А еще с ребятами мы не просто учим правила безопасности, но и соревнуемся. Сегодня у них второй соревновательный день. Пока лидирует Кира, у нее на одну фишку больше, чем у Егора. Семь фишек и шесть фишек. Итак, ребята, время нашего первого испытания. Оно очень простое и интересное. Я буду вам загадывать загадку, а вам отгадку необходимо будет найти на стенде и на скорость принести правильную картинку мне. Ребята, хочу дать вам маленькую подсказку. Все загадки будут связаны так или иначе с пожарной безопасностью, с огнем. Так что будьте внимательны. Первая загадка. Что, дотронувшись едва, превращает в дым дрова? Побежали искать правильную отгадку. Быстрее задание на скорость. Так, примчались одновременно с правильным ответом. Что это у нас? Егор, присядь. Что это у нас? Огонь. Огонь. Правильно. Ответили правильно, ответили одновременно. Поэтому давайте-ка я вам вручу по две фишки. Не забывайте, пожалуйста, что это задание на скорость. И вы должны стараться справиться быстрее соперника. Саживайся, Егор, и слушаем вторую загадку. Рядом с дворником шагаю, разгребаю снег кругом. И пожарным помогаю засыпать огонь песком. Побежали. Что снег разгребает и пожарникам помогает. Опять вместе и снова с правильным ответом. Что это у нас? Лопата. Лопата, конечно. Снова вместе, снова по две фишки я вам. Егор, клади-ка свои фишки в свою коробочку. Третью загадку слушаем. Спешит, гудит, дорогу дай, моргает синим глазом. Примчится вовремя, спасет детей и взрослых разом. Побежали, ребята. О чем речь в загадке? Так, хорошо. Не подсматриваем, Кира. Быстрее, Кира. Так, хорошо. Правильная отгадка. Что у нас, Егор, это? Егор. Пожарная. Пожарная машина. Правильно. Егору заскорти за правильный ответ две фишки. А Кирочке одну фишку за правильный ответ. Старайтесь не подсматривать друг у друга, потому что это будет нечестно, несправедливо. Я выиграла. Ребята, последняя загадка. Слушаем внимательно. Выпал на пол уголек. Деревянный пол зажег. Не смотри, не жди, не стой. А залей его. Побежали. Чем нужно залить уголек, который выпал? Ай, Кира, молодец. И Егор, молодец. Правильный ответ. Ребята, чем можно залить уголек? Водой. А куда это? Правильно, водой. Туда. На стенд. Хорошо. Кира справилась быстрее. Ответ правильный. Две фишки. Держи. И Егорушке одну за правильный ответ. Держи. Так, давайте подведем итоги. Сколько в первом конкурсе заработали фишек, Егор? Считай свои. Кирушка, а ты свои. У меня семь. Семь. Егор, а у тебя сколько? У меня тоже семь. О, вы на равных. Молодцы. Отличный счет. Ну что ж, ребята, вы уже знаете, что далеко не все дети умеют правильно вести себя с огнем, но вы познакомились вчера уже с человеком, который знает о пожарах практически все. Как зовут эту тетю? Помните? Тетя Маша. И она готова сегодня снова выйти с нами на связь. Внимание на экран. Ребята, привет. Привет. Мы с вами уже не раз говорили о действиях при пожаре. А сегодня поговорим о том, как и почему он может возникнуть. Ребята, вы должны знать, что практически все, что нас окружает, способно гореть. В комнате легче всего загораются шторы и газеты. Но потом пламя может перекинуться и на другие вещи, такие как стол, кровать и телевизор. Очень опасными бывают также горючие жидкости, такие как бензин. А газы могут быть еще и взрывоопасными. Подробнее о свойствах и качествах разных материалов вы узнаете через несколько лет на уроках физики и химии в школе. А пока надо помнить главное. В любой ситуации с огнем нужно обращаться очень аккуратно. Ведь во время горения образовывается пламя и дым. Именно они создают угрозу для жизни и здоровья людей. Ребята, на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. А я желаю вам успехов и победы! Ребята, сегодня у меня для вас есть еще одно финальное контрольное испытание. Это вопросы. Если вы слушали внимательно тетю Машу, то вы ответите на них. Этот конкурс называется «Красно-зеленые ответы». Я буду читать вам фразу, а вы, если она правильная, поднимаете зеленую карточку, если неправильная – красную. Каждый правильный ответ стоит две фишки. Если вы справитесь быстрее соперника, то дополнительно получите еще одну фишку. Итак, ребята, этот конкурс на знание скорости и сообразительность. Так что имейте в виду. Я читаю первое предложение. Вы должны ответить, правильное или неправильно. Правильно – зеленая карточка, неправильно – красная. Итак, первое предложение. Бензин и газ представляют угрозу во время пожара. Бензин и газ представляют угрозу. Вы считаете, что они совсем не опасны во время пожара? Бензин, газ. Тетя Маша говорила как раз-таки, что это очень опасные вещества. Поэтому правильно здесь нужно было, ребята, поднять зеленую карточку, потому что это правильное утверждение. Эти действительно вещества очень опасны во время пожара. Итак, первый раз фишки никому не раздаю. Ребята, будьте внимательны. Правильный ответ, правильное предложение, правильное утверждение. Поднимаем зеленую карточку, а неправильное – красную. Итак, второе предложение. Пожар можно потушить, если забросать его газетами. На скорость задания не подсматриваем друг на друга. Правильно, ребята, на этот раз вы ответили правильно, потому что никак не получится пожарным затушить газетами. Мы, наоборот, газетами можем только усилить этот процесс горения. Так, хорошо, правильный ответ. Ответил первый Егор, поэтому Егору за правильный ответ и за скорость я вручаю 3 фишки. А Кирушке за правильный ответ 2 фишки я кладу. В коробочку. Итак, третье предложение. Будьте внимательны. Невыключенный утюг может быть причиной пожара. Не смотрим друг на друга, думаем сами. Невыключенный утюг может быть причиной пожара. Кира, думай ты. Быстрее. Ребят, неправильно. Потому что действительно, если утюг, представьте, вы гладили, оставили его, и если его не выключить, и он долго будет включен, то действительно может случиться пожар. Это правильное утверждение. И нужно было поднять зеленую карточку. Снова фишки остаются в моей коробочке. Невнимательно слушайте меня. Последнее предложение и последний шанс сегодня заработать фишки. Небольшой пожар можно потушить самому, если залить его водой. Кира. Так, Егор ответил правильно. Действительно, если пожар небольшой, его можно залить водой. Кирушка. На этот раз ошиблась. Поэтому Егору за правильный ответ, и он ответил быстрее, я выключаю три фишки. Молодец. Кладите карточки на стол. Итак, ребята, сегодня еще не финал, но тем не менее мы с вами должны подвести итог. Мы прошли с вами уже полпути, две передачи, осталось еще две. Давайте посчитаем, сколько фишек вы заработали во второй день игры. У Егора целых тринадцать. Отлично. Ну вот, во второй конкурсный день, в принципе, тоже с небольшим отрывом от Киры, победил Егор. У него тринадцать фишек и у Киры девять. Ну что ж, ребята, готовимся к завтрашнему соревнованию и прощаемся. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»